Всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Вы на канале Пиратская жизнь, ребяточки! Ой, у нас погода такая ужасная. Вот целый день, целый день. Хотела сегодня на кладбище съесть, и вот даже не знаю как. Потому что у нас куча луж, вот, очень мокрая, ужасно. Так, или что такое у нас? Не ржавеет, надеюсь? Ой, все кондиционеры засрали, нехорошие голуби. В общем, такая погода такая-то прям странная, непонятная. Вроде как дождик, вроде я смотрела погоду, эти осадки. И что-то как-то это, сегодня прям стрёмненько, стрёмненько. Стрёмненько, товарищи, стрёмненько. Так, что у нас? Время, время у нас это два часа почти. Так, почти, почти. В общем, сейчас надо покушать. Вот, сейчас нужно, так сказать, привести себя в порядок, помыться. Вот, кстати, знаете, что подумала? Вот сейчас такая погода, вот, я свою мохнаточку-то уже не одену. Да-да-да, уже надо будет этот одевать. Новую курточку. Так, дайте-ка, поправлю чуть-чуть. Новую курточку буду одевать. Да-да-да. Так, надо убрать. Слушайте, девочки, идеальная сковородка. Ну, просто вот всем советую. Вот очень хорошая. Стоит, кстати, не очень дорого. Покупала на этом, вайлдберсе. Мне очень нравится. Я прям тошусь от этой сковородки теперь. Так, сейчас я ее уберу, чтобы она у нас тут не мешалась. Как ее поставить-то? Так, ну-ка. Так вот. О. Сейчас надо свой этот тетрис собрать, как всегда. У меня же тетрис. По-другому никак. И вот этот, кстати, тоже сотейник классный. Знаете, что-то я так подумала, хочу, знаете, что приготовить, может быть, в ближайшие дни. Хочу перцы фаршированные. Что-то давно так не ела. О, тем более у нас сейчас мясо есть, фарш есть уже, кстати, готовый. Вот, я думаю, сделать в перцы фаршированные. Я думаю, будет очень вкусно. Вот так вот. В голове моей туманы-маны Утекла любовь из кармана А мне любовь говорила Забудь его, забудь Ты его забудь И тара-тара-тара Маны-маны Ты же знаешь, что я упрямый Я буду к тебе, как в тумане Медленно тонуть Да-да-да Что-то стало у меня сегодня такое настроение пивческое Пивческое Да-да-да Так Кстати, вот говядину вчера приготовила Просто балдежная Девочки, готовьте в сметане Мне кажется, вообще идеально готовить Грибы в сметане и так далее Сливки, я не знаю Они собаку постоянно сворачиваются Так надо протереть А то что-то это, грязненько Постоянно протираю все Все Духовки Все-все-все Да-да Все красивенько, чтобы было Как говорится, если уж у нас не ремонт Кстати, насчет ремонта Вот, видите У Марины брат занимается ремонтом Вот И как она сказала, что достаточно профессионально То есть Часто занят Ну, если ремонтник часто занят Мастер То, значит, он неплохой Вот Ну, и тем более Раз по знакомству Я вот думаю, все-таки Может быть, это Ремонтом кухни заняться Было бы, конечно, здорово Конечно, здорово было бы Хороший гарнитурчик поставить Скомпоновать Все Хорошие потолки Подвесные сделать Ой, осталось только решиться И денег найти на все это Богатство Потому что вот если так вот заняться Вот прям вот так нормально Да Вот 1300-1400 точно уйдет На одну кухню только То есть гарнитур не меньше Там 150 Технику поменять Поменять вот этот Вот Всякие вот стены обделать Там фартук сделать Красиво Я думаю, может быть, знаете Даже посудомощную машинку поставить Ну Машинку с кухни я убирать не хочу Потому что она меня устраивает Абсолютно На кухне Я не хочу захламлять Этот Не хочу захламлять Ванну Потому что там у нас место Вот прям впритык Чтобы постоять И так она не очень большая Если туда еще машинка наставить Знаете, вот приходишь иногда в гости Да И у всех там машинки Стоят в ванной комнате И вот выходишь И вот там вот раз-два То есть вот Повернулся и все И некуда А у нас стоишь Красиво Вот так вот трешься В общем Смотрите на компоновку моей ванны Очень удачно Я считаю Очень удачно получилось Потому что я подбирала Хорошие вот эти вот шкафчики Чтобы прям четенько было Так вот Так сейчас налью Водички Сейчас налью Сейчас налью Конечно ремонтом нужно заниматься Я с вами согласна Что нужен нам ремонт Но блин Так сложно на него решиться На самом деле И вроде смотришь Вроде все хорошо Вроде все аккуратно Где ничего не отваливается Вот Ну Как-то вот нужно решиться на это дело Так Что будем кушать Сейчас будем смотреть Так Сыр В голове моей туманной Я наверное сейчас салатика сделаю Быстренько Салатика Овощецкого С овощами Так С туманами огурцы такие большие Что-то вчера нахопала Огурцов очень больших Так Ну-ка Ну хотя не Нормально Сейчас По-быстренькому Так Огурцы Помидорка А слушай У меня здесь по-моему Во Точно У меня помидорки сливкой были Что-то я про них забыла Совсем Вот я 3 помидорки возьму И салатик Сделаю сейчас овощной Будет вкусно Погрею сейчас опять гречку Потому что ее нужно есть То есть хочет вовчик не хочет Сейчас будем это доедать Даже побольше сейчас погрею Вот Потому что в противном случае Очень жалко На самом деле Гречку Хорошая все-таки она получилась Но конечно В следующий раз я буду готовить по-другому Вот реально буду готовить по-другому Сейчас наложу Вот я не знаю Может быть остальное выкинуть Не выкинуть В голове моей туманы Утекла любовь из кармана Не знаю, что себе заняться Вроде сейчас дождя нет Вот вовчик горы там мокро Типа какой смысл там сейчас ехать Очень мокро А я уже хочу съесть На кладбище поставить цветочки Вот и все Поставить цветочки Так сказать, к осени подготовить могилу К зиме Потому что я не знаю, когда мы там В следующий раз будем Вот В общем, вот такие дела В общем, такие вот заботы Может, веселек распакую Не знаю, что я буду делать Пока еще не решила Сейчас надо покушать А там уже будем решать Сперва надо подкрепиться Правильно? Надо подкрепиться Надо, надо подкрепиться Надо подкрепиться Надо, надо подкрепиться Так А, наверное, я сейчас уже остатки Погрею Я думаю, с сыром, не с сыром Ну, наверное, с сыром Вот, вовчик же любит сыр Тем более, так жалко Такой хороший сыр Ну, все Сейчас положим Все мясо надо выбрать Ну, а гречку-то Нафиг ее В общем, я так больше готовить не буду И вам не советую Потому что, ну, такое себе Как правильно говорится Такого Ну, такое себе В общем, если хотите же делать Что-то по-своему Вот, если у вас есть вкус Всегда нужно делать Вот по собственному вкусу Потому что все эти рецепты В интернете Зачастую бывает так В себе И вот, как я говорила уже Что такое ощущение Что вот они приготовили Красиво получилось Но они это не едят Вот так вот Так Все И вот даже эта гречка прилипла Потому что Очень сухая получилась Вот так вот Ну, все Остальное можно выкинуть Уже есть нечего Вот, считайте, все-таки доели Не, ну, жалко выкидывать Согласна? Ну, блин Перевод Перевод, так сказать, продуктов Ну, я там на форуме С девочками многими Со мной согласна Перевод продуктов Что-то у нас вчера много видео получилось Сегодня не знаю Не знаю, сколько получится Ой, иногда, знаете Вот есть настроение Снимаешь Нет настроения Ты не снимаешь Вчера было настроение Вчера было много поводов Ой, я вчера так расстроилась Вообще, на самом деле Когда у нас Когда мне обломили С этой скидкой Ну, все Ну, а потом мозги Начали работать Ну, и Как говорится О, чудо Все хорошо Усе хорошо Так Поставлю греться Коробочки мешаются Убрать Ты же знаешь Что я упрямый Я буду в тебе Как в тумане Медленно тонуть Так Я думаю Кофе или чай Чай или кофе Мясо, конечно Блин, огонь У меня сегодня девочка Спрашивала В инстаграме Говорит, что Нина Мы из Москвы Вы не знаете Доставляет ли Такое мясо К нам В Москву По-моему Это мясо Девочки Я серьезно говорю Это мы случайно Нашли Нам подсоветовали Родственники Вот Они уже заказывали Это фермерское мясо У нас Нижегородское Как я поняла То есть Скорее всего В Москву Не доставляются Но я уверена Подобные Жанры Есть В Ну В любом Городе То есть Вот Я их Нашла В этом Вконтакте Плюс Мне еще реклама Их попадалась В инстаграм Вот Просто мне кажется Нужно найти Фермерское мясо И все Я уже не знаю Какие у вас цены Будут У нас Вот 420 рублей Получается За килограмм Вот В одном Мешке В одном Ящике Может быть 8 килограмм Может быть 10 А может быть 12 Я взяла Самый Большой Получается Но мне Просто Внешне Понравился Более Менее И все Так что Девочки Честно Не знаю Как у вас В городах Где Там Чего Вот У нас Есть такая Группа Фермерское Мясо Да вообще На самом деле Знаете Часто реклама Попадается И море Продукты И всяких Крабов Доставляют И все Все Главное Поискать И все В любом Городе Сейчас Есть Они Очень Часто На этом Так Сказать Делают И колбасы Доставляют Все Что Хотите Я говорю Точечно Доставляют Вообще Много Всего Да и Фермерское Мясо Получается Так Очень Выгодно Вот Потому что Она Сказала 12 Кг Мяса За 5000 Даже Слоем Костей Вот Это Очень Хорошая Цена Ну Смотрите У нас Там Даже Обрезков Никаких Не было Получается Вот Очень Классно Я прям Довольна Опытом Ой Какая Колбаса Вкусная Которую Доставили Прям Вообще Она Знаете Ветчинная Колбаска Что Честно Не могу Подсказать Что У нас Что У вас В городе У нас Вот Как-то Вот Так Получилось Так Так Сейчас Секундочку Так Голове Надо Перемешать Это Рам-зам-зам Гили-гили-гили-гили-гили Рам-зам-зам Так Вот Хочу Сегодня Все-таки Блин Ну я хочу Не знаю Почему-то Меня-то Прям Сегодня Тянет На могилу Не знаю Почему Хочется К родителям Сидеть Прям Хочется Прям Вот Привезти Цветочки Сделать Все Красивенько Поцеловать Не знаю Тянет Меня Сегодня Какое-то У меня Сегодня Настроение Такое Знаете У меня Когда Осень У меня Всегда Какой-то Депрессники Потому что Готовимся У меня Могут Быть Депрессники Такое Бывает Не Мудрено Если Будут И скандалы Да Вот Я Иногда Срываюсь Осенью Знаете Как Это Хандра Наступают Мне кажется У любого Человека Бывает Просто Кто-то Ее Легко Переживает А кто-то Башню Сносит Так как Я человек Весьма Эмоциональный Сами Должны Понимать Куда Убавали Чайник Уже Скипает Еще Поставлю Пускай Погреется Чайник Скипела Опять Я не Выспалась Как Надоели Всякие Звонки Всяких Банков Вообще Просто Столбали Постоянно Московские номера Какие-то звонят 495 499 Постоянно Тем Берешь трубку Они молчат Даже Не знаю Буду Наверное Телефон Ставить На беззвучку Пока сплю А с другой стороны Кого-нибудь Пропустишь А Если кому-то Надо Если кому-то Нужно Обязательно Тебе перезвонят Вот А свой сон Как говорится Нарушать нельзя Вчера Кстати Это Недолго Сидели Съели Вчера Это Помело Слушайте Фу Говняное Вот Говняное Спарь Девочки Не берите Сейчас Помело Оно Какое-то Из Израиля У них Типа На самом деле Скорее всего Китайское Я помню Я помню В пятерочке Были хорошие Помело В прошлом году Мы покупали Вот там Были неплохие Помело Они Знаете Такие Сочные Сладкие Вкусные А это Мы вчера ели Дорогущие 320 рублей За килограмм Вот там Это помело Вышло Там По-моему 370 Что ли Вот Я прям Вообще Не советую То есть Не очень Хороший Такой Помело Мы Больше Пока Брать Не будем Мы Любители Помело То есть Это такой Знаете Вкусный Такой Перекус Вот как раз Одного Помело На двоих Не сидишь Целый вечер Как семечки Кстати Кто хочет бросить курить Кто не хочет Там Семечки есть Вот Каким Разбирайте Орешки Там Еще чего-нибудь Вот Мы Например Помело Очень любим Там Реально Сидишь Копаешься В нем Чистишь Кушаешь И уйдет Вован Быстро справляется Я Как минимум Час С ним Ковыряюсь С половинкой Помело Вот Очень вкусно Ой Самое вкусное Которое мы ели Это было В Таиланде Мы тогда были На острове Саммит Ой Такое оно Вкусное Было Вообще Оно Прям Затя Красненькое Такое Было Прям И у него Вот эти Вот Капсулки Или как Это Соцветия Такие Были Толстые Вообще Большие Вообще Это вкуснятина Было Это просто Прям вообще Фантастика Было Что они тут Ну еще Никакой тем По обсуждению По первому А тут я смотрю Все это Олимпиаду Гоняют Олимпиаду В наше Время И это Вот Наших Постоянно Видите Задавливают Вообще Нехорошие Люди Кстати Вы смотрели Вот эту Новую Передачу По первому Каналу Типа В космос Хотят Отправить По-моему Такая Хрень Сделали Блин У меня Такое ощущение Что они Потом Готовят Какую-нибудь Сам Комнату 3D На самом деле Никуда они Не полетят Хотя Кто знает Кто знает Начали уже И даже Из этого Шоу Делать Давайте А ну По-моему Шоу По поводу Этого Армии Это уже Было Да Вот Теперь Делают Шоу Из Космонавтики Так Так Такие Дела В общем Везде Пытаются Делать Шоу Так Ну И как Поняла Там Отсеивают Многих Там И Хоть Не Ходченкова А вот Эта Актриса Которая С родинкой Такая Красивая Беленькая Вот Тоже Туда Все туда Поперлись Удивительно Так Все туда Помидорчик Аж Треснула Какая хорошая Какая сочная Какая сочная Мощная Погода 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 Знаете Девочки Хандра Осенняя Хандра У меня Что-то Так Все Лень А Кстати Знаете Что Хотела Пожаловаться Поплакаться Вчера Смотрела Путевку Была По одной Цене На которую Мы уже Решили Отель Все дела На определенную Дату Потом Смотрела Сегодня утром Захожу На 10 тысяч Дороже Ну что за Хрень Причем Знаете Валюта Падает Они Цены Повышают Ну что же Причем Поговорила С своим турагентом Она говорит Лучше Подожди Я говорю Ага Причем Знаете Посмотрела Этот отель Через Несколько Дней Ну которые Вот Вылеты Да То есть Типа Горячка Типа Горячка Вот И знаете Сколько он Стоит Сто Пятьдесят Вообще Жесть То есть Он Ну грубо говоря В полтора Раза Дороже Чем Вот я сейчас Планирую взять Вот так Такие дела Ну ничего Подождем Ах Хрен А может Возьмем Переграем Может вообще Не в Турцию поедем Пока мы Не купили Пока еще Поэтому я не говорю Меня тут спрашивают А что за отель Что за отель Девочки Пока Не скажу Пока не купим Уже Цену так сказать Не зафиксируем Я ничего не скажу Потому что знаете Вот на сайтах Зачастую такое бывает Что Ну как Если Много Много Таких Знаете Запросов Даже Просто Запросов Там Поинтересоваться Ценой Отелем Определенным То есть Отель Может Вырасти В цене Так что Вы Когда Например Выбираете Какой-то Отель Если Вы Мониторите Мой Вам Совет Как Можно Реже Заходите Особенно На сайт Туроператора Которого Хотите Купить Потому что В противном Случа Цена Может Очень Сильно Вырасти Вот Может быть Ну Вообще Обычно Это Временное Такое Повышение То есть Они Повышают Смотрят Что никто Не берет На эту Дату Ну И снова Снижает То есть Каждый Туроператор Они Нацелены Все-таки Больше Поиметь То есть Отель Сам Цену Не повысил Цену Повышает Туроператор То есть Он там Пытается Как-то Себе же Тоже Нужно Что-то Получить Поиметь Вот так Вот Но зачастую Знаете Последнее Время Чартерами Летает Намного Даже Выгоднее Чем Теми же Самыми Своим Ходом И прочее Так Сейчас Я Салатика Тут себе Оторву Так На обед Салатика Все А я что Подумала А мы Сейчас Поедем Съездим Уже Отметим День рождения А потом Если будет Все хорошо Если будет Цена Нормальная Может быть Потом Еще В Стамбул Слетаем Я хочу Посмотреть Стамбул Вот Может быть Там Пошопиться Вот Посмотреть Чудо Как Потому что там Такие вкусные Цены На Стамбул Там 30 тысяч 40 тысяч Погулять Посмотреть Я вообще Любительница Знаете Такой Городской Вот Мне море Особо Так сильно Не надо Вот Кстати Да 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 Потом Скажу Сейчас Воду У меня салат Какой хороший Получается Красота Только что-то Я помидор Перемельчила Ничего В общем Такие дела Все потихонечку Все полигонечку Такие мелкие Заботы Бога Гневить нельзя Знаете Когда все хорошо Бога ни в коем случае Гневить нельзя Девочки Потому что В противном случае Знаете Хочешь рассмешить Бога Расскажи ему О своих планах Вот я уже Сказала То куда мы планируем И уже начались проблемы Лишний раз Убеждаешься в этом Так вот Ну ничего А я и говорю Может быть возьмем И не в Турцию полетим А кто знает А кто знает Возьмем там Не знаю В Египет Да О Надо объявить Мы летим в Египет Может тогда Цена на Турцию снизится Вот так вот Так 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 я что еще хотела Я хотела сейчас Так чайник у нас кипел Гречка у нас будет вкусная Так Что у нас еще есть Что у нас есть Что у нас есть Надо бутерброд сделать Колбаску Положить А то она у нас испортится А я не хочу Чтобы она испортилась Правильно Правильно Сейчас делаю бутербродчики Вот Салатик кстати готов Сейчас оливковую маску Немножко добавлю Вовчику все так Короче спрашиваю Говорю Вот там Типа Турецкая кухня Там все дела Ну то есть там Тематический такой Ресторанчик при отеле Вот он говорит Турецкая кухня Там наверное это есть Нога барана Баранья нога Я говорю Ну наверное есть Говорит Вот я себе закажу Я говорю Такое ощущение Что когда у тебя закончится Этот Какого Диета Да То есть она у него Где-то в середине Сентября должна закончиться То есть Вот Я говорю Ты будешь это Так Где Где Баранья нога Так мясо Мясо С майонезом С майонезом мне Водки Водки мне налить Водки То есть понимаете Такое ощущение Что человек Прям это будет Мне это И это Вот так Блин а я ведь Реально держусь Вы понимаете Я же прям вот Просто прям вот Умничка Я же вот и Не пью-то уже Сколько времени И даже вот Там пишут Ой она бухает И так далее Нет девочки Я не бухаю Я пью чай И даже если мы красные Это ничего Ничего не значит Так Какой красивый сад Получается Зеленый Темно-зеленый Светло-зеленый И этот Огурчики Помидорчики Все Салатики В нашем доме Всегда будут Всегда Я очень люблю Вован очень любит Не понимаю людей Которые вот Не едят салаты Это не плюха Это плюха Если вы салаты Не едите Это плюха Так В общем Сделаем гречку Взял чай Сейчас надо положить колбаски В голове моей Туманы Так У меня хлеб тут Надеюсь не испортится Пока еще Надо его Израсходовать Бы А то боюсь Испортится У меня еще там хлеб Сейчас на комнате Надо суп какой-нибудь сделать Щей Хочу щей Или борщей Что-нибудь Типа такого Щи Или борщ Щи Или борщ Щи Или борщ Девочки Голосуем в комментариях Что будем с вами готовить Щи Или борщ Щи Или борщ Хоть Биску Палаши Так Раз Два Вот Один еще пополам Чтоб немножко было Ну Еще хлеб Отрежу Лук Че тут такое Москва А Прощай О господи Лиз Такой это музыка Это прям Как это Я уж подумала Где-то не у нас А это получается у нас Тут он играет Это Хоронец этого Ой Как его Главу МЧС Мужчину Который это Прыгнул За Репортером Путин Ну тоже Знаете Вот прыгнул И что в итоге Репортеры И он Конечно он должен был Раз он был Не подготовлен Они же больше Руководители Чем Спасатели Надо было тоже Думать Скорее всего Он не в той форме Чтобы прыгать Ну В любом случае Он молодец Он пытался Спасти человека И это Прям вот Молодец Так Хоронит Тоже странно Я не смотрела Как он погиб Вообще интересно Конечно Так у нас Вот этот Паштет Такой рыбный Вкусный Называется Риет Из тунца Риет Из тунца Очень вкусная вещь Аван конечно Так с опаской Говорит Фу И что за корм Для кошек Я говорю Ага По 100 рублей За баночку Корм для кошек Чтобы я так питалась Вот А это вкусная вещь Это риет Называется В голове моей туманы Утекла любовь Из кармана Та-та-ра-та Та-ра-та Забудь его Забудь Ты его Забудь Ты же знаешь Что я Прямой Что-то у меня Эта песня Прилипла Я буду Тебе Как в тумане Медленно Тонуть Пищу Знаю Что пищу А мне кто-то Говорит Что у меня Голос очень хороший Мне сегодня Девушка одна Тоже предлагала Говорит Не наделайте АСМР Я первая На вас Подпишусь Да Типа там Шебрушание Шептание Типа у вас хороший голос Хорошо поете Вообще Вам нужно делать АСМР Что считаете Нужно делать АСМР Вы выдержите Такую пытку Пытку АСМР Так Все почти Почти все готово В общем У меня как всегда Заботы Какая-то говорю Осенняя хандра А чьи очарования Вот Ну я думаю Многие с ней сталкиваются Кстати у вас бывает Такое вот Осенняя хандра Что-то ничего не хочется Хочется просто там Не знаю Валяться Все И ничего тебя не радует Бывает у вас такое Вот у меня такое бывает Накатывает Иногда бывает Иногда накатывает Ну наверное Это все от безделья Когда тебе нечем заняться Да-да-да А когда ты вот Как белка в колесе Тебе Нету Времени Себя жалеть Вообще Нужно себя каждый раз Как-то Чем-то Какими-то делами Себя Занимать Вот я сейчас Тоже Возьму Сейчас сегодня Чем-нибудь займу Не знаю Либо сегодня Василька распакуем Либо может вообще На кладбище съездим Вроде погода Как-то разгуливается Вот Ну не знаю Посмотрим В общем Загадывать не буду Я поняла Что загадывать заранее Девочки Это гиблое дело Что ты загадываешь Ты предполагаешь А Бог располагает Вот всегда Вот так было Есть и будет Все Колбаски Положила Вот Ну я не очень красиво Буду раскладывать Сегодня В общем Так вот Все Все Не хочу Что-то я сегодня Ленивая Не хочу украшать Я вам салат Я вам салат сделала Я уже героем Сейчас почувствую Она вчера мясо Придала Бабан как всегда Ворчит Начинает Критиковать Говорю Ага Сам бы сделал Хоть что-нибудь Только ворчать и может Не хороший человек Не хороший человек Так все Грею Чаю И все И хватит Как говорится Сожрать Все Доедаем уже Эту гречку И забываем про нее И больше так готовить Не будем А вечером У нас есть Это Мяско Может с макарончиками Сделать О Спагетти у меня есть Классные Может с спагетти Сделать Будет здорово Спасу Сразу помоем Мыть-то особо Нечего Так Маленько Протереть Я буду в тебе Как в тумане Медленно Тонуть Так Тряпушка Я постоянно За собой все протираю Все убираю Чтобы потом Не надо было Делать много Дел Всяких разных То есть я сразу Все делаю И так всем советую Потому что если Вот так вот накапливают Накапливается Потом в итоге Будет очень тяжело Разобраться А если сразу С собой все прибрал Убрал Красота Ой Сегодня надо в вазон Обязательно сходить Я так и забыла Я говорю И Вовчик Мне не поминает Нифига Забрать в вазоне Нужно Обязательно Сегодня Чехол Так и забыли В прошлый раз Вот так вот Слушайте Вовчик вообще Походу Кружки не моет Что за фигня А Сегодня надо ему Пизды вставить За выражение Такое Так Девочки Зарядка Давайте Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Двенадцать В общем нормально Чуть-чуть Зарядочка Да Рам-дзам-дзам Рам-дзам-дзам Кули-кули-кули-кули Рам-дзам-дзам В общем как-то себя Нужно раскачивать Обязательно Чтобы не было потом Скучно Грустно И вообще Так Чаечек Все Все девочки В общем Боремся с Осенней хондрой За Так сказать Занимаемся Какими-нибудь делами Обязательно Всегда улыбаемся Ни в коем случае Не хондрим Не жалеем себя Поднимаем свою Красивую жопу С дивана Или где она у вас Там сейчас Идем Занимаемся делами Там не знаю Спортом По магазину В конце концов Даже если ничего не покупать Просто нужно пройтись по магазинам Померить Глядишь на строение Поднимется Вот так Все Всех люблю Всех целую Увидимся на мой банк Всем спасибо Всем пока